Кто-то может признал ошибки, кто-то не признал, ты ему там вдолбил в голову, либо он тебе спустя время. Я могу сказать за себя, я могу сказать за себя, что... Скажи, что бананство у нас рабочих. По сути, большинство. Кому не зайди на стройку, он что-то придумает. Не потому что... Всем привет! Сегодня у нас в рубрике интервью Андрей Шайтер. Мы пообщаемся, спросим у него, как дела и прочее. В первую очередь мне хотелось бы такую небольшую предысторию рассказать. Историю о том, как лично я увидел этого человека. Я думаю, она и у многих такая же. Какие эмоции он у меня вызвал. Без какой-то ложной фальши и скромности хочу сказать, что это один из тех людей, которых я очень хотел увидеть лично. То есть я очень рад был, что встретил его. Мы первый раз увиделись. Соответственно, на мой взгляд, это тот человек, который что-то постоянно придумывает, мутит. То есть у него свой стиль. Вообще интересные люди, у которых свой стиль. Вот это один из этих людей. Вот. Андрюха, рад, чтобы познакомиться. Всем привет! Да. Ну, формат у нас такой, поэтому мы не оговаривали особо, просто включили камеру и поговорим. Вот. Ну, я думаю, всем интересно, и мне в том числе, как ты вообще докатился до такой строительной жизни. Ну, с чего началось твои вот первые походы на стройку. Это может, ты это с детства был или... Ну, вот как ты попал на стройку? Вот именно про стройку. То есть ни блоги, ни чего про стройку. Потом, да, мы про блоги поговорим. Ну, по стройку у нас... Как снимать начал второй вопрос будет. Ну, отчасти, или того, что стали расслабляться в детстве. Причем реально в детстве, да, прямо школа еще у меня была. И отец наказание, либо, чтобы постегнуть нас, начал таскать на стройку. Банально я намазывал клей на плитку. Это у вас сколько лет было? Восьмой где-то класс. Ты потомственный строитель, да, получается? Ну, так получилось, да. Это первые карманные деньги. Он никогда не давал нам ни на хорошую одежду. Короче, одежду я тебе куплю, но на хорошую ты сам заработаешь, да? Тебе, если не нравятся кроссовки, я и купил, да? Ты добавь деньги. Я первый Adidas тоже именно так купил. И, так сказать, все. С тех пор у нас все каникулы на стройке. Потому что свои деньги, это свои деньги. Мы начинаем взрослеть. Мы взрослели. Ну, и в дальнейшем техникум, у меня техникум, любая возможность заработать и работать. И учиться совместно, короче, было мной реализовано. Просто мне нравится стройка. Ну, почему это потом? Да, в дальнейшем. Вот так я потихонечку и в эту сферу влился. Короче, чуть по чуть, так сказать, с самого детства ты вот был в этой стезии, и ты не был никогда никаким там таксистом и прочим, прочим менеджером. Ты вот, у тебя вот путь такой, да? Интересно. Ну, у всех свой. Я, допустим, много чего перепробовал в этой жизни. Вот. Хорошо. Вопрос номер два. Подожди, подожди. А ты? Почему я не... Ну, как бы, ты много перепробовал, а я видел тех людей, которые много перепробовали. Поэтому пока я сижу... Нет, ты как бы... Пробую, но без отрыва от нормальной работы, то есть я без отрыва от привычного мне круга общения жизни, чтобы жена не напрягалась. Ну, то есть ты где-нибудь... Ты работаешь постоянно вот в своем кругу, так сказать, в семейном, да? То есть ты там не ходил, не работал, там на мостострой какой-нибудь или там... Нет, нет, еще такого. Понятно. Ну, все знают, что у Андрюхи на канале огромное количество роликов про модернизацию самоделки. Вот откуда? Вот почему? Все люди, как люди, работают там себе что-то, там не нравится им там, не знаю, что у тебя там... А, первый ролик, который я увидел, кстати, был, самый первый ролик был, это про то, как Андрюха сделал для того, чтобы пополам поломать, получается, мешок с цементом, вот такую приспособу. Он мне мозг взорвал, просто, я так мужество, вот я думаю, многие мучились для того, чтобы взять этот мешок и поделить пополам, чтобы он именно у тебя стоял. Ну, я не знаю, для меня это было клевище от темы, я не знаю, откуда он это узнал. Кто не видел, я советую этот ролик обязательно. Вот, почему так? Вот откуда в это все? Вот откуда? Давай сейчас про мешок споры, а потом я тебе расскажу, откуда он. В общем, многие делят мешок цемента пополам. Не, я просто когда увидел, как раз это второй, третий ролик, да, наверное, на канале? Я сразу подпишал. Первый из ранних роликов, то есть, многие делят мешки цемента пополам. Тут задача была поделить большое количество мешков без капли на пол, то есть, как у нас мучил топать в цементе. Не, я понимаю, для чего ты можешь мне объяснять, для чего я прекрасно понял. Ну, это для тех людей, которые любят поспорить, поэтому так отвечаю. Откуда? Не знаю, наверное, с детства интересовало. Я мог наблюдать, как ящерица ползет, да, и сказать, что ящерица на лапках не бегает. Отец говорит, в смысле не бегает? Я говорю, не так, она как змея, говорит, ползает. Да, наблюдатель? Ну, просто наблюдательность детства. В смысле ящерица не бегает? Ящерица не бегает, она скользит по земле, толкаясь ногами. Ну, посмотрел, посмотрел, ладно, бог с ней. И вот такие вещи подмечаю, подмечаю с детства, не знаю, может, что-то в мозге сидит, может, стукнулся, не знаю, откуда это все произошло. И плюс ко всему, я уже много раз всем говорил, друзья, знают, не от хорошей жизни ты что-то делаешь своими руками, это аналоги, либо изобретаешь, либо думаешь, как это улучшить. Кстати, большинство у нас рабочих, по сути, большинство, кому не зайди на стройку, да, он что-то придумает. Не потому, что, там, допустим, этого нет. Нет, это большинство, не большинство. Многие люди вообще об этом не думают, поверьте. Ты думаешь, да? Я знаю. А я надеялся на лучшее. Нет, нет, все не так. Ну, в общем, я тебе расскажу, вот как раз, как я начал снимать, если будет такой вопрос у тебя ко мне, это потом я тебе расскажу, это будет и курьерство. Как начал снимать, вообще неинтересно, потому что у меня было очень тяжело начать снимать. Нет, у меня была интересная история, сподвигшая меня именно начать снимать. А то, что я начинаю... Ну, ты же понимаешь, ты же до того, конечно, снимать, ты уже эти самоделки сто пудов делал. Да. Ты же не для роликов это сделал. Я самоделки делал просто потому, что банально что-то я не мог купить, что-то я вижу, могу улучшить. Ну, переделка под себя, придумал. Очень много вещей, позаимствованных вообще с другой сферы деятельности. Я в детском магазине могу ванночку купить, пойти и, допустим, обои, обоиных клейдов мне размешать, потому что она чем-то удобнее, да. Многое, к сожалению, не показано, не снято, не снимался раньше, не фотографировал вообще ничего. Это все кануло в лету, что-то устарело, жалко. Ну, это обычное дело. Хорошо, перейдем плавно к следующему нашему вопросу. Ну, и как ты докатился на такой жизни, что стал снимать ролики на YouTube? Какой неожиданный вопрос. Ой, блин. Просто, ну, ситуация такая, что лично мне было тяжело начать. То есть, ну, я ходил долго, сам говорил, там, пятое-десятое, что надо, надо снимать, но не получалось. Вот. Как? Давай, первый ролик в моей жизни, он вышел на канал не первый. То есть, не первый, он есть на канале, но он не первый. В общем, суть какая? Мелочь. Очень сложный керамогранит, очень много надо напилить плинтусов, 250 штук и держать руки в воде целый день. Я сделал так, что налил ведерко, я на статуты видел этот ролик, он сам пилит плитку. Суть картины. Мы работаем на серьезного человека. Мы для него одни из тысяч рабочих, и ему нет смысла за каждым заговаривать. Но это все равно, что ты вышел из подъезда, да, метет дворник, ты поздоровался с ним и дальше пошел. Никаких интересов ты, он тебя не вызывает. Ну, вот та же. Я так понимаю своего заказчика, в принципе, и это правильно. Вот. Картина такая. У меня кафель пилится, я сижу, перебираю смс-сообщение, либо играю в сотовый телефон, но в другом конце, это комнаты, потому что уже за это время, когда пилится картина, все, кафель все убрал, уже клей замешал, все, подготовил, не заняться, не хреном. Я меняю плитки, они сами пилятся, я сижу. Проходит заказчик, порочит голову, подходит, говорит, Андрюша, а ты не пробовал вот это снять и выложить в интернет? Я говорю, ну, то есть, я шалял сначала, да, ко мне не подходят такие люди. Ну, а ты до этого смотрел ролики какие-то, что они будут еще? А, я обязательно смотрел и всех узнал, да, всех. Это постоянно. А откуда нам брать, допустим, те технологии, либо ответы, либо ответы на вопросы, там, какие-то нас интересующие? Нам много материала приходит, которому вообще в первый раз выслать. Вот. Поэтому он мне говорит, Андрюша, ты выложи ролик, просто, и посмотри, что будет. Ну, дальше это вообще полнейшее незнание интернета, ролик висит полгода, ноль просмотров, ну, естественно, что-то не то, до первых комментариев, которые подстегнули дальше снимать и направили в нужное русло. Так, короче, маленькая история была. Я понял. Иногда смотришь иди сюда, на зрительский стоит. Ну, мы смотрим. Ох, у нас это, это даже не вырезает. У нас есть строжайший, у нас есть строжайший режиссер и оператор, который заставляет нас смотреть на камеру. А муж и забыли. Да. Так, ну, что у нас следующее по вопросу? Ну, как бы, мы, наверное, семью такого не будем затрагивать, да, это бессмысленно. Состав просто. Ну, у меня два сына и жена. Да. Вот и все семья, да, у меня, ну, родные и близкие всех есть, целая куча. Понятно, то есть ты у нас социальный все-таки человек, то есть, молодец. И вообще домашний. Домашний. Понятно. Нет, меня домовой любит. Из дома меня не выгонишь. Это вторая поездка. И здесь я как бы уже... Ну, на форуме. Ну, ладно. Мы сейчас на форуме, это потом. Да, это потом. Не, ну, мы можем, кстати, в конце сказать, что, что, где мы там? Ну, или... Да, в принципе, не важно. То есть, давай, следующее. Я привязался просто к вопросу. Разве семейный человек? Да, да, да. У меня биология еще никак, и мы с тобой вообще встретились-то здесь. Это уже редкость, чтобы я куда-то выехал. А теперь уже, наверное, я боюсь нифига не редкость. Я же часто придется куда-нибудь уезжать. Обязательно, обязательно. Мы должны путешествовать. Это по-любому. Если... Секунду. Верочка, если ты это видишь, пойми и прости. Она думает... Андрюха, можно я скажу? Он целый день, он ходит, и он здесь получил массу, массу удовольствия. В хорошем смысле этого слова. То есть... Подливай маску. Я могу сказать за себя. Подливай маску. Я могу сказать за себя, что... Сейчас ты же на банане прокатился. На банане прокатился, там все такое. Ну, скоро ты все это увидишь, как бы. Нужно отпускать иногда мужа. Не иногда, а часто нужно отпускать. Вера, я тебя возьму с собой. Потому что он приедет. Иначе... Да, да, да. Он приедет, и у него будет масса идей. Будет масса идей? Ты много что для себя подчерпнул. То есть из-за этого происшествия. Голова переполнена. Она, когда я чуть-чуть расслабляюсь, она падает на бок уже просто. И по-другому быть не может. Поэтому не только вере. Я хочу сказать всем. То есть, ребята, вы меняйте, скажем так, иногда локацию, да? Потому что только куда-то уехав, можно понять те вещи, которые ты вот здесь не мог понять. Ну, это как бы не мной сказано. Представляешь, жизнь у молодого человека, да? Ну да, с семейными. Это работа. Домой пришел, на диван сел, либо за компьютер. Конечно. И утром встал. И так прошло приличное время. У нас похожая история просто. Порядка полугода, допустим, прошло, и так сидишь, надо чем-то заниматься. И тут накладывается еще отпечаток, что тебе предлагают. То есть, буквально даже заставляют. Боль тяжело ролики пилить, скажи. Скажи людям, которые думают, что они как все просто сели, по камеру потрещали, там что-нибудь. Могу по-любому из моих роликов сказать, какой ролик занял сколько времени. Вот отпечатались все абсолютно. 59 только изданных и еще порядка 20 лежит неизданных. То есть, любой спрашивает, какой сколько заняло времени, я тебе скажу. Это отпечатано все. Это как вторая работа, как бы, вот. Так, ну что у нас следующее? Что, как сказать? У тебя список, у тебя. У меня списка нет, я же предупредил списка, а у нас нет, как бы, поэтому мы немножко не готовы. Мы немножко не готовы. Рубин поймал меня, так просто, Андрюха, пошли, посадил и снимаемся. Так, что еще? Мы после тяжелого дня, если что, на улице. Да, 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 ночь, мы, видите, мы снимаем. Давай расскажем. О, кстати, ночь. Здесь сейчас сколько времени? Одиннадцать часов. Да. А у меня уже четвертый час утра, поэтому мне простительно, что я киваю носом, а у тебя нет, иди теперь. Мне нормально, я думаю, ты на бодричке. Все, что у нас там с этим самым, сколько? Сколько мы уже разговариваем? Нет тайм-кода. Нет тайм-кода? А мы не пишемся, прикинь. Да нет, мы все пишемся, просто я не могу понять. Да ладно, бог с ним, все, мы пишемся. Вот как к утру допишемся. Да, да. К утру зайди. Что это, какой-нибудь, что-нибудь, давай еще чуть-чуть, там, что-нибудь интереснее. Трешак со стройки. Ну да, давай знаешь, не трешак со стройки. Вот, ну, многим интересно, ты, получается, работаешь, ну, в каком формате, да? Я, допустим, работаю, у меня работают люди, я с ними вместе работаю. Понятно. Да, и вот, а у тебя формат какой? Потому что из роликов немножко непонятно, да? Потому что многие из тех, кто снимают, являются, ну, там, прорабами, либо же, там, какими-то мастерами-одиночками. Из твоего ролика я понял, что вы точно не мастера-одиночки, но вот структуру, там, как ты это видишь, как у вас происходит, мне интересно, например. Я понимаю тебя. Работаю руками. Нет, просто спору нет. От начала до конца работаю руками. И это не значит, что, допустим, не могу руководить, там, или что-то в этом роде, да? Предлагали, но руководили. Как, не могли не предлагать? Ну, конечно. По-любому. Заставляли. Пинками выгоняли. Ну, не мое. То есть, либо ты получаешь хорошего рабочего, либо плохого прораба. Вот, выбирай. То есть, кому-то. А мне просто нравится руками работать. Денег больших не зарабатываем нам по большому счету. Ну, у вас получается большая семейная фирма. Ну, большая, не большая, но какая-то семейная фирма, да? Ну, то есть, грубо говоря, у вас... Не маленькая семейная фирма. Не маленькая семейная фирма, да? И ты там несешь такую одну из ролей. Да, я бригадирствую по одному из больших крупных объектов. У нас, допустим, идет одновременно три крупных объекта. Это может быть гостиничный комплекс, это может быть большой коттедж, либо большая квартира. Вот один из них я забираю, себе одного человека беру. И в помощь иногда приходят два-три человека на ту либо иную работу. И опять на объекте всего два человека. Больше не надо. Ну, то есть, у вас избрано так, вы делаете все, в принципе, правильно? То есть, из роликов непонятно, там, занимаетесь ли вы интермонтажом, либо же только монтажом, там, допустим, картона или там чего-то еще. Ну, там, широко довольно-таки, да? Нет, у нас, на самом деле, сложные объекты. Ну, как сказать, отчасти это практически одна элитка идет. Каждый в чем-то специалист. Ну, моя любовь, это, допустим, укладка кафеля и весь монтаж легких конструкций. Тяжелый я не очень, как бы, конструкционный. Сам легкий. Люблю легкие конструкции, потому что я легкий. И, кстати, да, очень ленивый человек, если что. Все мои любимые. Да. Я подумаю, как достать пульт с той стороны дивана, чтобы не вставать. Это серьезно. Мы из роликов заметили. Но я специализируюсь. Ну, мне нравится кафель, да? Кому-то нравится клеить обои. Вот, все универсалы, но в чем-то они сильны. И по этой части мы меняемся. Либо парами... А у вас штат сколько? Ну, примерно. Плюс я понимаю, что... 6-7 человек, плюс наши жены, которые очень хорошо клеят, допустим, дорогие какие-то декоративные покрытия, где нужна ювелирная работа. И крайне редко выходят на работу. То есть, это так. У них хобби. Понятно. То есть, в принципе, вы не разрастаетесь сильно, вот у вас, как бы там... Очень сложно разрастись. Ребята, вот сколько, допустим, ездишь по форумам, да? Заходишь в магазин электроинструмент, смотришь самый дорогой электроинструмент, смотришь самый хороший, самый лучший на свете, но никогда не забываешь то, что... Ну, как сказать... Настройки, самый лучший инструмент, это руки и голова рабочего. А вот найти хорошего рабочего, и еще плюс к тому, чтобы он смог сработаться с тобой, это вот настолько крайне сложная задача, которую не купить, да, в магазин, не выбрать. Ну, не заходим же в магазин, там... Ну, у вас полностью все родственники работают? Нет. Я думаю, это супераномалия какая-то. Да нет, супераномалия... Это уже, блин, для кого-то супераномалия. У вас уже аномалия есть, да, я согласен, что у вас... Ну, это не значит, что мы душа в душу работаем. Ну, понятное дело. На объекте может быть рука, она по большому счету неизбежна, даже вот просто как бы живешь с человеком, ты работаешь с человеком, допустим, живешь с женой, ругаешься иногда, без этого никак, да, работаешь с человеком, тоже без этого никак. Но из-за того, что... Вот, кстати, интересная тема, семейный подряд, мало кто в нем работал. Ты поссорился с человеком на работе, по рабочей обстановке, но ты неизбежно должен с ним дальше продолжать работать. Неизбежно, да. А он хороший, кстати, человек, ты по жизни его знаешь. У нас работа выключается. Мы выходим за, допустим, за объект, все, мы, если поссорились, мы не вспоминаем, у нас как-то, не знаю, то ли границы пока еще не размыто. И работая дальше с этим человеком, плохое забывается, да, ну, с человеком, с родственником, каким-то или хорошим другом, плохое забывается, кто-то, может, признал ошибки, кто-то не признал, ты ему, там, вдолбил в голову, либо он тебе, спустя время. Тут, наверное, такое слово. Ну, зонные ответственности поделены, да? Да, ну, тут такое слово, знаешь, спустя время вы опять работаете вместе, а вы же специалист, да, в какой-то сфере. И хуже от того, что поссорились, вы не стали специалистами. И ты понимаешь, какой же я был дурак, если бы мы разосрались и разошлись. Ну, это при условии, что вы с этим человеком уже сработаны. Ну, год проработали, да? Да. Из-за какого-то пустяка разойтись. Ну, то есть, вот, допустим, еще такой интересный вопрос. У вас, получается, 6 человек, да, 7. И на протяжении какого времени уже вы вместе? Ну, просто, ну, я скажу по себе, то есть, текучка присутствует. Без этого никак. Семейный, подряд. Я понял, да, да. Мы всю жизнь вместе. Все, да, то есть, вот, все, не все родственники, но вот, 6 человек, да, то есть. Нет, хорошие друзья. Кстати, ну, сколько по времени? 5 лет, 10, 12, сколько? Ну, порядка 10. Порядка 10 лет, да? Молодцы, молодцы. У нас есть приходящий, уходящий. У нас постоянно кто-то появляется. Нет, ну, подсобные рабочие и так далее. Подсобные рабочие. Если человек моего брата, он как руководитель, допустим, всей фирмы, мы у него тянем объекты крупные. Он, допустим, хозяин фабрики. Мы ему делаем квартиру. У него еще есть несколько фирм, несколько бригад, которые делают ему цеха, там, склады, то есть, перекрывают до работы. Ну, нас не разорвать, не клонировать, сам понимаешь, да? Вот. То есть, мы элитку тянем, квартиру ему, и понеслась там. Может, там, магазин какой-то все. А, и вот, что я там, я начинаю говорить уже все. Нормально, да. У меня уже, которые просто... Про то, что вы 7, 10 лет, примерно, 10 лет вместе. Вот, начинаете делать объекты, и у вас... Ах, нет, сейчас, подожди, я выйду в реальность. Мы, кстати, можем уже, это самое, чуть-чуть, еще там, где-то минуты, и... Да, я скажу, финиш какой-нибудь, что я поумничаю, там, все. А, ну, ладно. Короче, давай, все, я зафутался. Все, шайтер запутался, все. Да нет, просто тупо. Ну, чеково, может, четвертый час, час отраничил для меня. Последнее, скажи, что ты хочешь сказать нашим зрителям. Ну, что-нибудь такого, вот, если есть у тебя что-то, вот, что хотелось бы сказать, ты можешь сказать, у тебя есть, там, минута, быстро что-нибудь интересное. Давай так, я закончу, а ты что-нибудь скажешь, подумаешь, может быть, я... Да не заканчивай, ладно. Нет, мысль, да, нас смотрят ребята, не смотрят, им не важно, допустим, я буду у них работать или нет, то есть их все семейные, ой, семейные, говорю, строительные, это все мелочевка, неинтересно, да, но эти все ребята знают нас через интернет, так что я обращаюсь, ребята, ребята, честное слово. Спасибо всем, кто нас смотрит и ставит оценки, нравится, не нравится. Я хочу пожелать вам от себя лично больше терпения и понимания к тем людям, которые снимают ролики, снимать, ну, зачем плакаться, да? Не надо плакаться. Да, ролики снимать не такое уж простое занятие. Мы этим занимаемся отчасти ради хобби, но оно неизбежно перетекает в какую-то сферу, я не знаю, какую сферу перетекает. Но оно перетекает в любом случае. Пути развития там, как лепестки и ромашки, то есть вот так вот. И больше понимания, то есть если вы видите, что человек снимает себя на плохой звук, да, на плохую камеру, вы ему говорите, ты снимаешь на плохую камеру, он начинает улучшать звук, улучшать камеру. И потом появляются, допустим, какие-то спонсоры поездки, там не знаю, человек, то есть это естественный путь развития. И я вот прошу вас, ребята, понимание, относитесь к этому, не давите, допустим, на молодых блогеров. Надо этим раскрыться в той либо иной сфере. А куда его занесет? Ну тут уж нужно поправлять, поддерживать, либо аккуратненько там, я не знаю, троллить немножечко, да, человека. Да, троллить без тролл. Мы тут реально здесь уже, это, четвертый день, мы друг друга троллим, по чем там земля. Не знаю, Антоха Колизей-Строй уже, да, привет, Антоха, кстати, ты нас по-любому увидишь, я тебя заставлю это интервью посмотреть, Антоха, да, он здесь уже всех протроллил, все, он самый тролль, треша гонит просто по этому форму, например, где мы встретились. Добавился, так что все нормально. Так что, ребята, от меня вам огромное спасибо, что нас смотрите и пожелать вам терпения. Терпите меня, терпите его. В конце, да, в конце хотелось сказать, что Андрюха, вот какой он на роликах, такой же и в жизни, только единственное, что заводной больше, на роликах непонятно, там смеется, то-се, постоянно позитиве, здесь он всех достал, уже все там, забейте у него молоток, он все равно там что-то стучит, что-то фрезерует, что-то делает. То есть, человек живчик такой. Вот, ну все, я рад был знакомству нашему. Мы с тобой увидимся, не переживай. Всем пока. Да, я счастливо.